Знамится на свет Три Царства, ибо даме мы сверху присутствуем. Исправи стопы наших дел и заповедей Твоих, Моих причистящих, Матери всех святых, Твоих, Аминь. Родная моя, боже, убедительная, Яко из почекся от злых, Благодарственная воспитывается, Терами Твоей, Богородице, Нояко и мучая держава непобедимую, От всяких нас в лицах победа запрети, Радуйся, Небеса и Небесная. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Церкви, Святому Духу, Игнии, Пристои, Валикой, Богоми! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благодаря Господи! Христос, истинный Бог наш, молитвен Пречистое, Своей Матери всех святых, помилуй, И спасет нас, яко благо человека любят. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Из беседы святителя Иоанна Затаустова. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Нем не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Слова эти означают следующее. Не удивляйся, что я должен быть вознесен ради спасения вашего. Так угодно и Отцу, и Он так возлюбил вас, что за рабов и рабов неблагодарных дал Сына Своего. Но, чего никто не сделал бы и за друга, это и Павел выражает в словах, едва ли кто умрет за праведника, послание к Римлянам. Но апостол говорит об этом пространнее, потому что беседовал с верующими, а Христос кратко так, как слово его было к Никодиму. Но слово его выразительнее. Каждое изречение его имеет в себе много выразительности. В словах, так возлюбил Бог мир, Он показывает великую силу любви, так как великое, беспредельное расстояние находится между Богом и миром. Бессмертный, безначальный, величество беспредельное. Он залюбил сущих от земли и праха, полных бесчисленных множеством грехов, оскорбляющих его во всякое время неблагодарных. Выразительные и присупленные вслед за тем слова, что отдал Сына Своего и ненародного. Не раба, говорит, дал, ни ангела, ни архангела. А и о Сыне никто не показал бы такой заботливости, какую Бог о рабах неблагодарных. И так, свое страдание Он изображает не вполне ясно, а прикровенно, но благотворное следствие страдания. Выражает ясно и открыто говоря так, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Так как Он сказал, что Ему надлежит быть вознесенным и тем назнаменовал Свою смерть, то чтобы слушатель от этих слов не пришел в смущение, не стал предполагать о нем что-либо человеческого и не почел его смерти прекращением существования. Вот смотри, как Он исправляет это. Он говорит, что тот, которого дает Отец, есть Сын Божий, виновник жизни, притом жизни вечной. А кто мог через свою смерть сообщить жизнь другим, тот не мог навсегда остаться и во власти смерти. Если не погибают верующие в распятого, то тем более не может погибнуть и сам распятый. Кто сообщает жизнь другим, тот тем более источает жизнь, дая себя самого. Видишь ли, что и везде нужна вера. Аминь. Завтра восемь часов молиться. Если живы и здоровы будем угодно Господу, будем встречать Высокопроисвященничества, митрополита Сергия. Сейчас приехать. С мира Божиим. Спасибо. Продолжение следует...